Локомобили представляли собой передвижные парасиловые установки, предназначенные для преобразования тепловой энергии в механическую. В период с конца 19 века до второй половины 20-го они применялись для привода молотилок, соломорезок, веялок, насосов, камнедробилок, пилорам, лебедок и многого другого. Они сыграли важную роль в механизации труда и системе энергообеспечения промышленности и народного хозяйства страны. Друзья, всем привет! Сегодня мы погрузимся в историю российского и советского локомобилестроения. Слово «локомобиль» происходит от латинского «locus» и «mobilis». Первые такие машины к месту работы перетаскивали с помощью лошадей, позже они стали самоходными. Локомобили использовались в промышленности и сельском хозяйстве и могли работать на любых видах топлива, включая древесные и сельскохозяйственные отходы. Но до второй половины XIX века на территории России были только импортные локомобили, представленные в основном английскими компаниями. Fowler, Ruston & Procter, Marshall Sons & Co. и Roby & Co. Кратко рассмотрим конструкцию и принцип действия локомобиля. Локомобиль – это паровая установка, в которой на одной раме объединены паровой котел и паровая машина. Паровая машина представляет собой горизонтальный одноцилиндровый поршневой двигатель двойного действия, работающий на перегретом паре. Подача и отвод пара в цилиндр осуществляются с помощью золотникового механизма. При изменении нагрузки частота вращения выходного вала автоматически поддерживается регулятором оборотов. Система подачи воды в котел включает в себя насос, пароструйное устройство и водяной подогреватель. Подогреватель служит для предварительного нагрева питательной воды за счет тепла уходящих дымовых газов. Для получения перегретого пара применяется секционный пароперегреватель. Температура пара в различных установках имела температуру от 220 до 400 градусов Цельсия. Перегретый пар нужен для повышения термического КПД, уменьшения конденсации пара в цилиндре и снижения износа и коррозии элементов машины. Принцип работы локомобиля заключается в следующем. Топливо при сгорании в топке котла нагревает воду до кипения и превращает ее в пар. Далее пар проходит через пароперегреватель, после чего поступает в цилиндр паровой машины. Здесь пар расширяется и приводит в движение поршень, который через шатун вращает коленчатый вал. Согласно российским источникам, первый локомобиль отечественного производства был построен в 1874 году на Брянском заводе. Машина имела паровой двигатель мощностью 10 лошадиных сил и массу около 8 тонн. Всего было изготовлено 7 таких локомобилей. В 1875 году выпуск локомобилей начал осваивать Людиновский завод, который являлся частью промышленной империи семьи Мальцовых. К этому времени завод уже имел огромный опыт в производстве паровых машин, котлов, паровозов, судов и сельскохозяйственной техники. Известно, что в период с 1870 по 1881 год Людиновский завод выпустил 373 паровоза, 154 пассажирских вагона и 8428 товарных. Однако точное количество изготовленных в этот период локомобилей неизвестно. В 1894 году после смерти Сергея Ивановича Мальцова, владельца завода, для предотвращения распада и упадка огромного хозяйства взамен Мальцовского промышленно-торгового товарищества, было создано акционерное общество Мальцовских заводов. В это время на Людиновском заводе были построены новые производственные мощности, что позволило развернуть массовое серийное производство локомобилей. К 1913 году Людиновский завод выпустил более 2000 локомобилей, что составляло примерно 87% от общероссийского производства. Также производством локомобилей занимался Коломенский паровозный завод. Ими к 1913 году было изготовлено около 20 машин. Николаевский завод братьев Бутиных, Воткинский оружейный завод и ряд других предприятий производили локомобили в штучных количествах. Однако общее производство отечественных локомобилей по-прежнему не покрывало потребности народного хозяйства. До революции 85% работавших в стране локомобилей были импортными. В первые годы советской власти из-за разрухи и нехватки материалов производство локомобилей практически остановилось. Импорт английских локомобилей, замороженный в период Гражданской войны, ненадолго возобновился, но вскоре был окончательно свернут. Это заставило советское руководство сосредоточиться на развитии собственного производства. В середине 1920-х годов Людиновский завод возобновил выпуск локомобилей и фактически остался единственным действующим предприятием в этой области. Все стадии производства осуществлялись на собственной базе, от выплавки металла до сборки готовых машин. В 1926 году объем выпуска достиг дореволюционного уровня – около 170-210 локомобилей в год. К началу 1930-х годов ежегодное производство превысило 500 локомобилей. Основными областями применения были сельское хозяйство и небольшие промышленные предприятия. Мощность локомобилей составляла от 10 до 30 лошадиных сил. В 1934 году был принят отраслевой стандарт ОСТ НКТП 6961, действие которого распространялось на все существующие заводы. Правда, какие еще заводы действовали кроме Людиновского в то время – не ясно. Как пишут в источниках, Коломенский, Брянский, Воткинский и другие, выпускавшие эти машины в единичных экземплярах, либо прекратили выпуск локомобилей в дореволюционный период, либо во время него. Есть упоминания про Бийский машиностроительный завод как о производителе локомобилей. И в советской энциклопедии сказано, что в 1934 году Херсонский завод сельскохозяйственного машиностроения освоил выпуск паровых локомобилей. Но сколько и каких машин они производили в этот период не уточняется. Как бы то ни было, введенный стандарт определял типы и мощности локомобилей, которые разрешалось выпускать в СССР. Документ вводил строгую классификацию. Все локомобили делились на три основные группы – передвижные, стационарные без конденсации и стационарные с конденсацией. Стационарные с конденсацией могли использовать превращенный в воду пар повторно. Для каждой группы был установлен свой ряд типоразмеров по мощности. Например, передвижные локомобили должны были выпускаться с номинальной мощностью 18, 25, 38, 53 и 75 лошадиных сил. Для стационарных локомобилей с конденсацией предусматривались мощности 125, 175, 250, 350, 500 и 700 лошадиных сил. Стандарт также определял, что все локомобили должны работать на перегретом паре, быть приспособлены к сжиганию местного топлива, уголь, дрова, солома, а в их маркировке обязательно указывались тип и номинальная мощность. Допускалась в стандарте и кратковременная работа с перегрузкой, но строго ограничивалось время такой эксплуатации, чтобы не допустить аварий. В период Великой Отечественной войны производство локомобилей значительно сократилось, поскольку промышленность была переориентирована на выпуск военной продукции. В августе 1941 года Людиновский завод был эвакуирован в Сызрань, где помимо мирной продукции занимался выпуском боеприпасов. В 1944 году Людиновский завод был восстановлен и уже к концу того же года производство Людиновских локомобилей было возобновлено. При этом Сызранский локомобильный завод также сохранил производство локомобилей. Упомянный то уже Херсонский машиностроительный завод в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован вглубь страны в Челябинск и размещен на площадке завода имени Колющенко. На новом месте предприятие было перепрофилировано для нужд оборонной промышленности. Здесь производились боеприпасы, в том числе корпуса реактивных снарядов для установок БМ-13 «Катюша», ручные гранаты Ф-1, мины и бомбы. В 1945 году завод в Херсоне был восстановлен и получил название «Локомобильный завод» имени Григория Ивановича Петровского. Уже к концу года Херсонский завод выпустил более 300 передвижных локомобилей. В 1946 году в дополнение к Людиновскому, Сызранскому, Херсонскому заводов локомобильное производство освоил Могилевский автомобильный завод. В том же 1946 году был утвержден новый ГОСТ, устанавливающий типы и основные параметры локомобилей. Основной сельскохозяйственной моделью послевоенного производства являлся локомобиль П-25. Период производства 1947-1952 годы. Он выпускался Херсонским и Могилевским локомобильными заводами и имел мощность 25 лошадиных сил. П-25 представлял собой усовершенствованный образец довоенного сельскохозяйственного локомобиля 4ЛП-20 с котлом паровозного типа и расположенной на нем паровой машиной. Котел локомобиля был цельносварной с секционным пароперегревателем и поверхностным водоподогревателем. Котел устанавливался на колесном ходу с прицепным устройством для передвижения трактором или конной тягой. В 1950 году в лаборатории паросиловых установок ВИМ была создана экспериментальная модель ЛПУ-1. ЛПУ-1 отличалась паровым водотрубным котлом повышенного давления и высокооборотной паровой машиной, установленной на отдельной раме с электрогенератором. Установка имела в полтора раза меньшую удельную металлоемкость, чем локомобиль П-25, а по экономичности превосходила его почти вдвое. Локомобиль П-75 относился к категории мощных передвижных установок для промышленного применения и представлял собой модернизированный П-3. Период производства 1945-1956 годы. П-75 производился Сызранским и Могилевским заводами. В 1950 году под производство этих локомобилей также был перепрофилирован Жуковский велосипедный завод. Передвижной локомобиль П-75 имел одноцилиндровую паровую машину двойного действия с номинальной мощностью 75 л.с. при рабочем давлении пара 13 атмосфер. Локомобили этого типа выполнялись на колесном ходу и работали перегретым паром с температурой от 260 до 380 градусов Цельсия. Локомобиль применялся на строительных объектах, в колхозном производстве, для водоснабжения, обработки кормов, молодьбы и многих других работ. Стационарный локомобиль СК-125 выпускался в 1950-е годы Людиновским заводом для мелких промышленных предприятий. СК-125 представлял собой модернизированный СК-1. Стационарные локомобили имели котлы цилиндрического типа с цилиндрической топкой и двухцилиндровые паровые машины, работающие перегретым паром с последующей его конденсацией. СК-250 относился к наиболее мощным промышленным локомобилям советского производства. Он производился с Изранским заводом, имел мощность 250 лошадиных сил и представлял собой модернизированный СК-3. Локомобиль предназначался для стационарного применения на промышленных предприятиях. Как и другие стационарные модели серии СК, он имел конструкцию с двухцилиндровой паровой машиной. В 1957 году вышел новый ГОСТ-3492 «Локомобили. Типы и основные параметры». В этот же год СССР отправил в космос первый искусственный спутник Земли – «Спутник-1». Интересно, как рядом умудрялись существовать технологии из настолько разных эпох. Достоинством локомобилей была возможность использовать любое местное топливо – уголь, торф, дрова, солому. Они были относительно просты в уходе и ремонте, однако их существенным недостатком был низкий КПД. В итоге их вытеснили более эффективные электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания. Для кого был принят новый ГОСТ – неизвестно. Сызранский локомобильный завод прекратил выпуск локомобилей уже в 1952-м. Херсонский и Могилевский заводы были перепрофилированы в 1956-м году. Людиновский завод свой последний локомобиль выпустил зимой 1957-го. 7 декабря того же года предприятие было переориентировано на производство маневровых тепловозов. Паровые локомобили сыграли важную роль в техническом развитии России и СССР. Они обеспечили механизацию сельскохозяйственного производства и энергоснабжение промышленных объектов, пройдя путь от экспериментальных образцов до массового серийного производства. Однако, став частью прогресса и во многом поспособствовав ему, они уступили место более совершенным энергетическим установкам. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok